Дом души – то место, где обитают с любовью. Подобно тому, как дом – материальное обиталище тела, так и всякой душе станет домом то место, где она возжелает обитать. В дом свой больше не возвращается. Означает, что всякий, отправленный на вечные муки, никогда не возвратится туда, где он полюбил жить. Потому отчаяние грешника вполне может быть названо именем ада. Тот, кто не сходит в ад, больше не вернется в свой дом. И тот, кого затмит отчаяние, извергнут из опиталища своей души, и вернуться туда больше не может. Человек создан для созерцания Творца, и должен всегда стремиться видеть его и обитать в торжестве его любви. Но оказавшись вне самого себя, в силу своего непослушания, человек теряет место своей души, ибо, разметавшись на темных путях, он отдаляется от обиталища истинного света. Григорий Великий. Место обиталища, дом души, близ Бога. Отчаяние – это состояние антологической бездомности, изгнанности из дома. Это состояние Григорий и называет адом. «Проводя чрезвычайно, но глубокую аналогию между грешником в материальном аду и душой в состоянии отчаяния, подобного тому, как грешник в аду уже никогда не вернется в тот дом, который он любит. Так и душа в состоянии отчаяния покидает свой дом, обрекая себя на ад бездомности. Ад обретается в душе, покинувшей Бога. Ад влечет за собой страшные муки. Каждый имеет при себе свой собственный ад, когда ощущает последние смертные муки и Божий гнев. Ад вокруг него и ад внутри, злодею не уйти. От ада как нельзя с самим собою расстаться. Мельтон. 103, книга 4. В сходной точке зрения придерживается Мефистофель в трагедии Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста». «У ада нет ни места, ни пределов. Где мы, там ад. Где ад, там быть нам должно». Одно из высших переживаний внутреннего ада передает нам Тереза Авильская, осознавшая ад как самоубийство души, совершаемое ею в полнейшем одиночестве. «Все муки ада, – пишет она, – были пустяком по сравнению с агонией, которую переживала душа. Она испытывала столь острую тоску, тяжесть, скорбь и столь отчаянную глубокую муку, что я не могу их выразить. Если я скажу, что вам вырывают душу, это будет слабым выражением, потому что в этом случае есть все же кто-то другой, кто лишает вас жизни. Но здесь душа сама разрывала себя на куски».